Размер найти действительно не так просто. Тем не менее, давайте искать. Давайте искать размер. У Кантемира все понятно. Это сербалка. Это сколько сложных? 13. 13 сложных, нормальный. В чем, правда, отличие от традиционной сербалки Кантемира? Посмотрите на ритмы. Ритма через две строчки. Ритма не па-ная, а охватная не па-я свыщая, как и угодно. Не то, к чему мы привыкли в селлавике. В селлавике должно быть так, правда? В селлавике должно быть так. А у Кантемира почему-то целых ключами. Дальше. 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 Сами. Веселых. Правда? В забаву, славу. Ну-ка. Первый четверотичный, Убродского и Кантемира. У Кантемира там ритм, который идет, а, б, а. А у Бродского там первые строки девять слов, а у Бродского и Кантемира. Так, если девять и восемь, значит ли это, что это селлавика? Он сказал. Нет. Нет. Итак, это не селлавика. Ура. Тем не менее, это чем-то похоже. Давайте сначала посмотрим, чем похоже. Конечно, Бродский ориентировался на Кантемира. Это понятно. Чем похоже? Может, рифмы? Рифмы, это как? Ну, то есть, смотрите, вообще рифма у Кантемира идет, а, б, а, а, б, а, б, а, б, рифма. У Бродского как раз, как правило, так, да? Угу. Ну, давайте уходим. А, а не идет, но... Пытка справа, пытка справа, нежа мыслю, реже кислу, дави вирши, слави выше. Это рифма. Дай вам поздно, дай вам поздно. Ну, дальше людям будем. Так, значит, что же нам делать со стихом Бродского вот здесь? Итак, пока поняли, что не селавика, хотя чем-то похоже. Все рифмы какие? Перекрестные. Перекрестные. Дело не в том, перекрестные или какие-то другие. Женские. Все рифмы женские. Так, действительно, все рифмы женские. Этим похоже на селавика. Еще. Все рифмы, помните? В том, что женские. Очень иногда, я бы сказал, старые. Именно в рифме, хотя и не только в рифме, встречаются старые слова. Или старая форма слов. Вроде здраву. Вроде кислу. Правда? Вы бы сейчас как сказали? Кислу. Кислу. Конечно. Или, быв здравым, это как? Здоровым. Будучи здоровым, конечно. Это просто кислу. Кислу. То есть, родский явно, к слову поэта, подложивается под старину. Он хочет, чтобы у прочитателя создалось впечатление. Что он пишет стихи вроде Кансимира в селабике и со старыми словами. Еще одна черта, сближающая Громского с Кансимиром. Это перенос. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Перенос из строки в строки. То есть, очень явное нарушение синтаксической границы. Нарушение синтаксической строки. Где границы предложения не просто не совпадают, но, скажем так, резко не совпадают с границей стихотворной строки. Давайте найдем такие примеры. Здесь стихотворная строка режет предложение очень грубо. Скажем так, сильно. Так, ну-ка. Не хотите спать в столе? Придко возражается. Придко возражается. Придко возражается. Разорвано. Еще. Кисло мин. Определение оторвано от определяемого слова. Так, еще. Все двери настежь будут вам всегда. Ага. Все двери настежь будут вам всегда, но не грустно. Частица от слова опять-таки оторвано, да? Это сильное, очень сильное нарушение, конечно, да? Европский действительно славится вот такими переносами из строки в строку. Когда синтаксис не соответствует членению стихового слова. Еще. Опуская Васька, что же праву на свободу возражает? Праву на свободу. Согласен. Так, еще. Все реже сочиняю для вас. Все реже сочиняю вас. Еще. Мне же теряю, хватит и других. Мне же, хватит и других. Вы же оставляете. Вы же, да? Смотрите, с чем играет Васька? С переносами. С границами стихотворной строки. И консимир тоже это играет. Заметьте. Давайте у консимира найдем какие-нибудь странные переносы. Что я новых и древних окрал творцов. Новых и древних. Границы проходят между двумя однородными определениями. Так, еще. Что полезные иногда подобные были людям стихи. Да? Ясно, что это тоже нарушение. А там два подряд. Еще. Два подряд. Два подряд, пожалуйста. Не без вреда своего презирают дети советы отцовские. Но, речи, как вы признаете, в последних обоих другого главного зуба. Угу. Презирают дети советы отцовские. Да? Видите? Дети презирают советы. Значит, оторвано подлежащее дополнение прямого. Дети, советы. Так, еще. Большая часть часов уж присудят. Как уж? Уж присудят. Уж присудят. Ну, там целиком уж присудят. Да? Так, еще. По-римски, давно уже по-французски сказано красивее. Ну, конечно, более слабый принос, в линии сильный, скажем так. Но, тем не менее, по-римски, по-французски сказано красивее. Опять-таки, оторвана у нас значительная синтаксическая часть. Так, еще. Стихов-часть, да, по-согласным законам, смыслам. Ну, законам и смыслам. То есть, смотрите. Кантемир действует очень свободно. Так, следующем. Ничем из готовых стихов. Готовых стихов, да? Опять-таки, принос между определением и определением словами. Так, еще. Злословие гнусно от стихов. Да? Разница от чего? Снова, да? Сказуемое и дополнение. Ну, на все раз косвенно, да? Так, еще. Игорь, еще. Узнаете вы тогда, что поздно уж сети, боится рынка, а подопсить уже попалось. Поздно уж сети, боится рынка. Снова перенос. На сей раз прямое дополнение осталось в первой строчке, да? А дальше пошло сказуемое. Боится и подлежащая рынка, да? Так, еще. И наконец дойдет, будь пророчество двух служит, у нее хоть мало. Ван-брох отвлетит с собой пригры и с ильсам. Тут, и наконец дойдет, Ван-брох отвлетит с собой. Ну, там вводное встало еще, да? Вот это будь пророчество, да? Это целиком вводное предложение, да? Оно встало внутрь, опять-таки, нормальной конструкции. Дойдет там только, да? Ван-брох отвертит. Так, хорошо. Еще пример можно? Еще пример. В речах вы признаете последних моих любовь к вам мою. Это я пишу. В речах вы признаете последних моих любовь к вам мою. То есть, опять-таки, синтаксис страдает, да? Так, мы знаем, что стих может резать все. Правда? Да. Тем не менее, почему это непривычно звучит для нас с вами? Наверное, потому что мы привыкли немножко к другу. Вот, пожалуйста, раньше так сразу. Нет. 1743 год. Да уж раньше. Больше всего литература просто у нас писали, что на одной стихе, ну, не режет и бывало предложение. Ну, то есть скажем, у Пушкина, у Лермонтова, вот таких переносов вы почти не найдете. Это большая редкость. Значит, переносы из строки в строку синтаксические. Тем не менее, Кантемир, когда писал свой трактат, он одну главу даже обозначил так. Перенос позволен. Перенос позволен. Что это значит? Что можно переносить. Что можно переносить, да? Можно наплевать на синтаксические границы. А это же стих. И заниматься именно стихом как таковым. Заметьте, вот такие переносы в третьем восемнадцатом веке, очень редко в девятнадцатом. И чаще гораздо. У Цветаевой, у Бродского. Вот эти переносы возможны из строки в строку. И даже из строфы в строфу. Когда границы синтаксиса режут стих. Это нормально. Причем режут значительно для нашего с вами слуха. Еще раз напоминаю. У Пушкина почти такого нет. Что значит почти? Раз почти нет, то где-то наверное есть. И Пушкин иногда пользуется такими зрениями. Не значит, что он не знал их. Пушкин иногда переносит даже из строфы в строфу. В Евгении Онегине в единственном случае. Когда описывается, как Латьяна бежит к Негину на свидание. Помните? Кусты сирен переломала. И задыхаясь на скамью, упала. Здесь он, здесь Евгений. Вот это упало, начинает новую строфу. То есть Пушкин заканчивается строфом не точкой. А делает очень резкий перенос из строфы в строфу. Вот точно так же, здесь совершенно свободно. Конземир пользуется переносами. Но заметьте, для него это естественно. Для Пушкина это специальное средство, чтобы подчеркнуть, что строфа закончилась. И что тут очень важное место. Может быть дыханию тем не хватило. Значит, этим можно тоже пользоваться как средством. Итак, Гродский пытается подражать силовике. Что значит пытается? Не умелся, что ли? Почему у нас силовика не получился? Это же не силовика. Посмотрите по количеству слогов. Четырехстопных корей. Четырехстопных корей? Да. Не хотите спать в столе крылька? Уже не находит. Анаписи? Может быть. А, что это анаписи? Анаписи? Анаписи. Это анаписи? Ну, при первых словах. Это не анаписи? Это вообще на что похоже? Анаписи. 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 Вот это похоже на анаписи. Не смешится. Перихи. Ну хорошо, перихи случился. Ну и что дальше? Анфибрати. Анаписи – тоже не похожа. Анаписи все-таки. ... , , , да? Это тоника. Гениальные слова. Это тоника. Это вообще не силлабика и не силлаба тоника. Перед нами не силлаба тоника. Перед нами тоника. Давайте посмотрим сударение. Для тоники все-таки важно, чтобы было одинаковое количество тактов. Или фанатических слов. Да? Да. Не хотите спать в столе? Рыбка. Пять. Неужели пять слов? Не хотите спать в столе? Рыбка. Шесть слов? Пять. Шесть. Это под вопросом. Дальше. Возражаете быв здраву? Дриву. Дриву. Шесть слов? Да. Порчится земле. Суть пытка. Отпускаю паз. А что ж? Рабу. Четыре. Четыре. Что делать? Что делать? А может и до окончания? Возвращение. А может и до окончания? О, окончание мы считаем так. Не хотите спать в столе? Рыбка. Возражает ему здраво. Может рыбка это считается окончанием? А там где больше трех, то окончание. Но окончанием это, наверное, считается. Еще раз повторяю. Ужасно. Что же нам делать с этой странной тоникой? Ну, я кажется, я тебе люблю. Прям совсем не люблю. Вот нет ни размера, ни рифмы, ничего. Честно говоря, с размером, наверное, можно что-то сделать. Это действительно тоника, но очень неубликованная. Роу. Песня. Песня. До свидания, стихи, в час добрый. Не боюсь за вас есть средства вам перенести. Путь долгий, милые стихи, в вас сердце я свое вложил. Коль в лету Канет то скорбеть Мне первому Но из двух оправ Я эту Смело предпочел Всему первому Чутку это за размером? Не лично, да, размеры Да Это действительно некий Разноиктный Лучше сказать, да? Разнотактовый Там никак 5 Мы в основном Видим, что их 4 В иной строке вдруг 5 В иной строке вдруг 3 А может быть Разнотактовый 5 3, 4, 4 Ну вряд ли 3, 4, 4 Посмотрим Там все равно 3, 4, 5 Там 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 Сначала Что идет Слово Длинное Какое-нибудь А потом Раз Два Значит Мы Столкнулись С вами Действительно С очень Сложным Размером Конечно Несело Ботаническое Давайте подумаем Что может быть Между Двумя Удалениями Может Так Так А может Как быть Удалением Двумя Удалениями А может быть Даже Так Давайте Разберемся Что это значит Между двумя ударениями Либо Один Либо два Без Удаления Между двумя ударениями От одного И до 3. Между двумя уговорениями. От нуля до теоретической бесконечности. Ну, по-русски мы знаем, что до, на самом деле, 5-6. Вряд ли больше лошадок. Да? Мы столкнулись с вами, это стоит себе задействовать, станические системы сложения. И основные размеры доники по классификации академика Михаила Леновича Каспарова. Это доник между двумя уговорениями либо один без ударных, либо два. Это тактовик. Двумя без ударных, двумя уговорениями. Либо один, либо два, либо три. Это тактовик. И, наконец, акцентный стих. То есть ударный стих. Ударный стих. Между двумя уговорениями. От нуля строк говорит до столичности. Это до некоторой степени условное отделение. Тем не менее, что такое дольник, мы можем с вами прекрасно изучить. Откуда такие названия? Ну, конечно, от слова «доля», от слова «такт», от слова «ударение», акцент, да? Акцентный стих. Еще раз скажу, что эти названия иногда могут быть условны. Как их только не называли. И дольник, и паузник. Акцентный стих. И оберегите акцентным стихом, что только не называли. Гаспаров поступил очень просто. Он сказал, давайте это называть дольником, это называть акцентным стихом. Что мы видим сейчас у Гуровского? Давайте подумаем. Вот что из этого? Акцентный стих? Скорее уж акцентный стих. Так. Да? У меня есть вопрос. Я не всем понял. Если только один издали с окношными ударами, то это дольник или дольник? Если всегда один, то это, извините, хоритик. Правда? А вот если то один, то два. То один, то два. То два, то один. Это дольник. Дольник. Продолжение следует...